Миротворцы ОДКБ начали поэтапный вывод войск из Казахстана. Первыми покинули Алматы российские военнослужащие. На этом их миссия в нашей стране завершена. Оставшиеся подразделения, как ранее заявлял глава государства, вернутся домой в течение 10 дней. Тему продолжит Зарина Бесембина. Строевой плац, гимны стран-участниц, слова благодарности за выполненную миссию. Официальная церемония проводов миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности в Алматы проходила на территории военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Именно там генеральный секретарь ОДКБ объявит о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Перед вами в эти дни стояла простая и важная цель. Отвязать содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. И вы с честью выполнили эту миссию. Торжественная церемония позади военнослужащие отправляются в аэропорт Алматы. После таможенного контроля первыми улетают российские военнослужащие. 331-й парашютно-десантный полк из Костромы отправился на аэродром Иваново. На бортах самолетов Ил-76 экипаж и техника, несколько боевых машин десанта, а также колесные КамАЗы. В составе силы ДКБ в Казахстан были переброшены более 2000 миротворцев из России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Для миротворческой миссии потребовалось также 250 единиц техники. Чтобы контингенты вооружения вывезти обратно, планируется совершить около 100 рейсов на военно-транспортных самолетах. Зарина Бесембина, Асхат Ниязов, Хабар, 24.